АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давайте начнем с простого вопроса, как вам в России, что успели повидать? Сиям Хабьет? Это мой умный вопрос. Спасибо большое за этот замечательный мероприятие, и за приглашение меня, чтобы встретить всех этих замечательных фанатов, это первый раз в России, так что это было очень красиво, красиво. Мы делали несколько вещей, но я очень впечатляю себя в Москве, и все очень приятные. Спасибо. Спасибо большое всем. Фэмми, первый раз в России. Она очень рада со всеми встретиться. Это для нее потрясающий опыт, ей все очень-очень нравится, и она благодарна за то, что ее пригласили. Ну, следующий вопрос, наверное, логично задать про «Звездные войны» все-таки. Как вообще вы попали в эту сагу? Как для вас начались «Звездные войны»? Я попали планируем, чтобы субтитры создавал фильм, что-то, субтитры создавал фильм. У меня не было понимание. Я попали пригласили на прослушивание, и в съемки фильмы, и при том, что она не мала ни малейшего понятия, о чем вообще этот фильм. И она поехала в студию, чтобы встретиться непосредственно с режиссёром. И я попросила в бикини, потому что они хотели увидеть, как я выглядела. И я чувствовала, я не знаю, ненадолго, ненадолго. Самое интересное, её попросили прийти в бикини, чтобы посмотреть, как она выглядит. И, конечно, для Феми это было немного странно и смущающе. И он сказал мне, что у меня есть мою штуку. И он сказал, что вы можете взять мою штуку? Это директор. И когда ты прыгаешь вверх и вверх... Режиссёр попросил Феми снять пальто и пройтись туда-сюда. И она очень удивилась. И потом он сказал, что вы можете двигаться. Мы хотели пригласить вас на вторую аудиторию. И вы можете танцевать? И потом режиссёр сказал ей, что вы могли бы прийти на второй раунд прослушивания и танцевать там. И Феми перешла на второй тур проб на съёмке. Это было достаточно длинное мероприятие, более трёх часов. И к концу этого мероприятия она всё ещё не знала, в каком фильме она собирается заниматься. И одна из девчонок сказала, что это фильм? И я была занята, что переодевалась. И я вдруг слышала хушь. Силенс. И я сказала, что происходит? Это очень долго. И в какой-то момент кто-то из состава спросила, а что это вообще за фильм? А Феми в тот момент переодевалась и она услышала, что в какой-то момент просто... Просто все замолчали. И они сказали, что это следующая часть «Звёздных войн». И я думала, что это хорошо. И я думала, что это хорошо. И я думала, что это хорошо. И после того, как я приехала домой, я получила телефон, чтобы сказать, что у меня была частью Улы. Конечно же, Феми не знала, достаточно ли хорошо она справилась на пробах. Но к тому времени, когда она приехала домой, ей позвонили. И сказали, что она получила роль в следующем фильме «Звёздных войн». Да, с вами выключились. Очаровательная история. Первая часть, которая звучит так. После которых, знаете, возникают вопросы, а ты точно режиссёр? А потом бац, и «Звёздные войны». В общем, расскажите, пожалуйста, как вам работалось с Лукасом, с всем режиссёрским составом? Насколько сложно привилегивая это было со стороны Лукаса? Для начала, Джордж Лукас был на сцене, и я не знала, кто он был. Я думала, что он был один из команды. Так что я ничего не делала с ним. Когда Фемя встретила Джорджа Лукаса в первый раз, она не знала, кто это такой и как он выглядит. И сначала подумала, что это просто кто-то из операторского состава. И особо не хотела иметь не дел. И я был режиссёр Ричард Маркланд, который был фантастик. Ричард Маркланд, режиссёр Ричард Маркланд. Ричард Маркланд. Ричард Маркланд. Ричард Маркланд. Ричард Маркланд был фантастик. Было очень хорошо работать с Кэрри Фишер, Марком Хэмиллом и другими актерами. Это все было очень профессионально и на высшем уровне. И потому, что я знал, что огромное количество Star Wars, я чувствовала очень привилегенно быть на сцене с всеми этими людьми, потому что тогда это было очень-очень большое. На площадке, с частью актерского состава, потому что уже тогда масштабы съемок были потрясающие. Но твоя целая аттитута, как актер или танцор, ты входит профессионально, чтобы делать то, что ты можешь. Я это применяю в каждую работу, которую я делаю. Но этот фильм в частности был очень специальным. Выкладываешься на полную, делаешь все, что можешь в лучшем виде. Но в то же время это был особенный опыт. И также, ты должен быть готовым. Я у меня была 2-месячная реверсаль. Я знаю, что это не выглядит, как будто я... Это было хореографировано, но это было хореографировано. И это было неделю реверсаль. Из-за того, что было неделю реверсаль. Поэтому ты должен быть готовым, потому что время – это деньги. И если ты пришел непрофессионально, и ты не знал, что ты делаешь, то ты, наверное, не будешь участвовать снова. Ну, также отличие от того, что на съемки надо приходить подготовленным. У Феми было где-то около 2-х недель репетиции подготовки к этому всему. И все-таки это очень важный момент. Потому что если ты приходишь непрогатованным, то понятно, что время – деньги. И если время будет тратиться за пизда, то вряд ли тебя пригласят на съемки еще раз. А у нас-то следующий вопрос. А как вообще проходили съемки? Вот, например, сцена, когда Ула падает в клетку с ранкором. А неужели Феми сама, неужели вы сами падали? Действительно, сколько было дублей? Действительно, сколько было дублей? И тогда это все. И ты видишь, что в Киеве появляется в Киеве. Съемки этого эпизода проходили уже во время съемок специального издания. Потому что в оригинальном фильме Ула просто падала вниз и больше ничего не было. А в каком году это было? О, 1995? I think. 1995, I think. And then I went back and they built a set to see me go through, follow my death scene. So I was very lucky. They wanted to get a stunt for me to do that, come into the pit. And before I died, I said, no, I can do it, I can do it. So I ended up coming into the pit and meeting my destiny. И изначально хотели нанять каскадера для Улы, для Фэми, для момента падения. Но она отказалась и сказала, что хочет сделать все сама. Сама упасть на встречу своей судьбе, своей смерти. Смотрите, насколько я понимаю, между оригинальными съемками и пересъемками было достаточно большой промежуток времени. И если я не ошибаюсь, это было аж три пересъемки. Насколько приятно было возвращаться к «Звездным войнам» уже после шестого эпизода? Насколько приятно было возвращаться к «Звездным войнам» уже после шестого эпизода? Это было очень большая честь, потому что фактически Фэми была единственным актером, вернувшимся на съемочную площадку спустя 15 лет. And the one first question, when they found me, I was in New York. And I had been, I was fed up with London, and I escaped to New York for about four days. В тот момент, Пэми была в Нью-Йорке, она устала от Лондона и сбежала в Нью-Йорк на четыре дня, и там ее настиг звонок от директора по кассинку. Он пригласил вернуться ее на съемки. И они сказали, что у тебя изменилось, потому что ты должен быть в нью-Йорке, когда ты был в 1982-1983. И я не имела меня два парня, но они хотели меня сгибать. И я сказал, что не, 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 я буду в нью-Йорке, но ты не сгибать меня сгибать. Потому что ты должен быть в нью-Йорке, поэтому люди не понимали, что у тебя была эта разница за все эти годы. И также Фэми задали вопрос, изменилась ли она за время прошедшее со съемок оригинального эпизода? Потому что времени прошло немало, а ей нужно было, чтобы оригинальный костюм пришел с ней в пору. Но на тот момент она была все еще в прекрасной форме, впрочем, как и сейчас, мне кажется. Это было еще до рождения ее сыновей, и ей необходимо было, конечно же, быть в такой же хорошей форме, как и на съемках первого фильма. Потому что надо было соединить эти две сцены вместе, оригинальную и то, что досняли, чтобы никто не понял, что это две слепленные вместе сцены. Ну, все прошло хорошо. Спасибо большое. А сейчас вот мы бы хотели поставить одну мелодию для Фэми. Вот очень интересно, какие эмоции она вызывает. ПОТОРАНСКИ Да, спасибо. ПОТОРАНСКИ 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 Я думаю, что эта музыка очень хорошая, чем специальные сцены. ПОТОРАНСКИ Я думаю, что есть больше аутентично, чем когда я ее делала. Я думаю, это было прекрасно, что я пришла. Извините, извините, извините. Эта музыкальная тема гораздо лучше, она более аутентична по сравнению с той, что была использована в специальном издании. Даже если я думала, что это было прекрасно, чтобы приглашать обратно, но я чувствовала, что специальная эдишина потеряла, я просто потеряла что-то, до того, чтобы они приехали в мою смерть. Мне кажется, что часть оригинальной атмосферы специальной издании утратила, но, с другой стороны, они включили сцену ее смерти. И, потому что Геордж Лукас был его мечом, чтобы действительно превратить всех персонажей в CGI персонажей. Я думаю, что это было начало. Он хотел увидеть, как это было. Когда он хотел делать специальнуюkeep, то хотел сделать... С advancement story. Да, что CGI создает мирные актеры! И это было начало массового распространения компьютерной графики, CGI в съемках фильмов. И Георджу Лукасу хотелось также попробовать, понять, как пройдут съемки, если использовать не реальных актеров, а компьютерную графику. Очевидно, что к тому моменту у Феми уже была карьера Феми достаточно известный актер театра и мюзикла в частности, человек, который работал с Эндрю Ллойдом Бебером Пожалуйста, расскажите нам, пожалуйста, про вашу работу мюзикла, особенно с Эндрю Ллойдом Бебером Эндрю Ллойд-Бебер, он замечательный, потрясающий человек И делать «Кота» было очень специально Эндрю Ллойд-Бебер замечательный, невероятный человек И постановка мюзикла «Кошки» – это тоже отдельное, уникальное впечатление, особо идти И это был первый шоу, который действительно поставил его на мапу И многих людей на мапе Потому что мы думали, что это не будет успех Все были боятся о котах Что никто не будет интересен Никто не хотел инвестировать деньги в это Мы все думали, что это будет флоп И, конечно, все очень переживали по поводу того Будет ли мюзикл успешен или нет Будет ли он пользоваться популярностью у зрителей Будут ли спонсоры инвестировать деньги в этот мюзикл Все было поставлено на карту И все очень волновались по этому поводу Поэтому для всех нас это было невероятное удивление Что это еще происходит сегодня После 1981 То же самое, как «Ретенды и деда» 30 лет или что-то Это был огромный феноменом И это успех И это повеление быть частью этой истории И тем большим удивлением для всех оказалось то Что спустя все эти годы Мюзика все еще безмерно популярен во всем мире И для Фиме большая честь быть частью этого мюзикла И она очень гордится причастностью к этой истории Это еще не все, что мы можем спросить вас Мы знаем, что у вас очень интересная биография Особенно юношество И я думаю, это достаточно занятная и интересная история для нас Чтобы услышать о том, как вы перебрались, собственно, из Нигерии в Британию И как дальше складывалась ваша жизнь Я обожаю Я могу сказать это Я был род в Мудхат в слабе конкурса, в этой очень примитивной городе, в Нигерии. И моя настоящая мама умерла в родственнице, после того, что я и моего родственника. И мой отец был очень плохим. Он был фармар, у него четыре родственника. И его мужа умерла, после того, что я и моего родственника. К сожалению, мать Феми умерла во время родов, родив Феми и ее брата близнеца. И вообще семья была очень бедная. Помимо них, в семье было еще четверо детей. Отец был фермером. И там был миссионный хоспитал, который был очень близко к городу, где мы родились. И мой отец взял нас в миссионный хоспитал, потому что он был очень плохим, и он еще не хочет нас, поэтому он просто оставил нас там, оставил нас в миссионный хоспитал, и оставил. Неподалеку от деревни был госпиталь монетарной миссии в больнице. И отец Феми и ее брата отнес младенцев туда, потому что ему не хотелось этих детей, он бы не смог их прокормить из-за того, что семья была очень бедной. Он оставил их в этой больнице. И шесть недель спустя нынешняя мать Кэмми, та женщина, которую у нас есть в миссионный хоспитал, которую я имею в миссионный хоспитал, она пришла в миссионный хоспитал, и сказала, «А ты нужна помощь?» Потому что я не тренировка, и сейчас у меня есть время. Она у нее одного ребенка. Поэтому она пошла в миссионный хоспитал, «А ты нужна помощь?» И шесть недель спустя нынешняя мать Кэмми, та женщина, которая ее удочерила, приехала в этот хоспиталь и предложила свою помощь. Потому что у нее было время, у нее был всего лишь один ребенок, и она очень хотела помочь. И они сказали, «Да, у нас есть два маленьких ребенка, и они имеют малярию, они веселят сейчас и они умерли, и у нас есть два литра, и они умерли, и у нас не было достаточно, чтобы их рассмотреть. А ты их возьмешь домой?» И в больнице сказали, что да, конечно, помощь очень требуется, потому что вот двое близняшек, они болеют аллергии, они голодают, они истощены, весит гораздо меньше положенного. И у нас не хватает просто персонала, для того, чтобы обеспечить им достаточную заботу, поэтому не могли бы вы помочь им и забрать их в себе. И это то, что случилось, и это было около 3-6 месяцев, чтобы нам было лучше, потому что мы были так болтыми и маленькими, и они могли бы нас помочь каждую половину. Да. Конечно, процесс выздоровления затянулся, были определенные трудности, например, они были настолько истощены, что приходилось кормить их каждые полчаса немножко. И потом мой папа, он был в контракте с телевизионной компанией, и это закончилось. И они сказали, что они должны вернуться в Ингландию, но они вернулись в Миссионный хоспитал, чтобы проработать моего папа, но он оставил плохого названия. Поэтому они сказали, что мы не хотим, и они сказали, что мы их вернем в Ингландию. и мы должны вернуться в Ингландию. Мой папа и моя мама должны вернуться в Ингландию. Они вернулись в Миссионный хоспитал, чтобы найти моего папа. Но они не могли найти его, потому что он оставил плохой название. И они сказали, что мы вернем в Ингландию. Так как мы вернем в Ингландию. И когда ее приемные отец с матерью хотели... им нужно было возвращаться в Ингландию из Дугерии. И они хотели найти биологического отца Феми. Но они не смогли найти, потому что он оставил в госпитале под вымышленным и настоящим именем. Поэтому они вернулись обратно в Англию просто так. И вот я сейчас, живая, здоровая, хорошо и счастливая. Именно так, благодаря этим замечательным людям, Феми сейчас сидит с нами, прекрасная, здоровая и абсолютно счастливая. Замечательная история. И очень хорошо, что у такой истории такой счастливый финал. Ну, тогда я прошу карьеру еще два вопроса, которые обязательно надо занять. Когда вы поняли, что хотите заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь, что ваша судьба связана с театром, искусством и танцами? Да. Когда я был четыре года, я была в первом классе с моим лучшим другом. И она просто хотела, чтобы я приезжала. И я сказала, «Да, хорошо». Поэтому я была в первом классе впервые Феми пошла на уроки танцев в четыре года. Причем за компанию с ее лучшей подругой, которая просто позвала ее и она согласилась. И я поняла, что это был мой подарок и это был мой звук в этой жизни. Я любила танцевать. Я никогда не делала это. И я вернулась домой и сказала, «Мама, я хочу быть танцем!» И она сказала, «Да, хорошо, хорошо!» Но из первой классе я хотела быть танцем и присоединяюсь в танцем. Она сразу поняла, что танцы — это ее призвание, она захотела стать танцором и она прибежала домой с этого танцевального урока и сообщила матери, что она хочет связать свою жизнь с танцами. И когда я был в моем классе в школе, все что я хотела сделать это — быть в танцем, как английская или американская. И вдруг эта учащая появилась на «West End» И когда я был в танцах, мы не должны были auditionить для шоу или для коммерциальных сетей. Так как я был в коммерциальных сетей. Я auditioned для вестеринской шоу. И тогда я не был в танцах компании. В танцах компании? Я был в танцах компании. Я был в танцах. И в конце концов фейми пригласили на прослушивание в какой-то коммерческий проект. Хотя изначально она не собиралась и должна была это делать. И последний вопрос от нас. После чего мы перейдем к зрителям. Назовите, пожалуйста, свою первую работу. Расскажите о ней и свою любимую работу. Любимый проект, над которым вы работали. Какой-то работодатель вы работали в нашей истории написали. Где-то работал до пакет-сетей. В первом году я был даже 17, 18 лет. И это была с утернской эстонистической пары. И это был в иной шоу. Первая работа была в 17 или 18 лет в каком-то западно-танцевальном шоу. И именно она научила ее очень многому тому, что необходимо для профессии. Но я хочу добавить много, что я делаю. Я делаю «Jesus Christ Superstar», «Little Shop of Horrors», «Buddy Holly», «The Wiz». Фильм-виз, «Jedi» была очень хорошая работа. Я работала в фильме с Никол Кидман и Танзи Ньютон, «Flirting». Я делала много работы, это было здорово. Но «Star Wars», потому что «Star Wars» так большой, все знают о «Star Wars». И, наверное, последний вопрос. Да? Простите. Конечно же, Фемия принимала участие в постановке огромного количества мюзиклов, в том числе «Иисус Христос и Суперсвезда», и занималась в различных фильмах. Однако именно съемки в «Возвращение джедая» стали для нее самым особенным событием. Потому что вселенная «Звездных войн» и ее фанатская семья обширная и огромная, и все о них знают. И ей это очень нравится. Маленькая ремарочка, только когда мы говорили о первой работе. «West End» — это, на самом деле, русские не все знают место. Это про две в Лондоне, про проще объяснить. Да, это было шоу «Best End» — это, видимо, мюзикл. Екатерина? Оливер. Вопрос, мне кажется, который сейчас волнует всех, и который каждый, на самом деле, очень хочет задать. «А больно ли, когда тебя ест Ранкор?» Он получил очень хорошую еду для меня. И это очень больно. Я очень боюсь. Я надеюсь, я вкусно вкусно. Да, Ранкор отлично закусил улой. Конечно, ей было больно, но Ранкор отлично победил. Ранкор! Привет, мисс Тейлор. Привет, мисс Тейлор. Меня зовут Алдар. И я хотела спросить, как это «Star Wars» влияет на вашу жизнь? И какой ваш любимый фильм в этой истории? И вы любите эту истории? И как много? Спасибо, Тейлор. Мои любимые фильмы в «Star Wars» — я люблю «Empire Strikes Back». Я люблю «Empire Strikes Back» и люблю «Return of the Jedi». Мои любимые части «Звездных войн» — это «Imperia» наносит ответный удар. В ней очень много параллелей с реальной жизнью. И ей нравится борьба со злом, которая показывает в фильме. Но там же «Возвращение джедая» она тоже очень любит. И вторая вопроса — как это влияет на мою жизнь? Я думаю, что приезжать в «Star Wars» — это действительно потрясающе, встретить всех вас. Я никогда не встретила вас. Это было прекрасно. Улла позволяет мне путешествовать и встретить так много людей. Так что, опять же, я благодарю вам всем. Еще вопрос. К вопросу о том, как съемки в «Звездных войнах» изменили жизнь Фэми. Ну, как минимум, она сейчас сидит с нами. Она приехала в Россию, общается со всеми. То есть, именно съемки в фильме и роль Улы дали возможность путешествовать, бывать на разных мероприятиях и фестивалях, связанных с «Звездными войнами». То есть, это тоже потрясающе. Ну, как Хелло. Хелло. У меня такой вопрос, Не хотите ли вы,sh если будет возвращены именно этой франшизой, и буду очень рад, что с вами спатрографироваться, потому что недавно день рождения вас работал? Ведь никто у нас хитрый? Да? Будете ли вы рады поучаствовать еще раз в «Звездных войнах», если позовут? Конечно же, если позовут, то Фэми с удовольствием вернется на съемочную площадку, если ей не идет роль, она с удовольствием справит. У меня есть вопрос, секундочку. У меня есть вопрос. Я понимаю, что когда вы снимали «Ретурн от the Jedi» в 1981-1983, вы были только режиссером Ричард Марквайн, а Джордж Никос не переносил. Но когда вы делали специальную версию, Джордж Никос был режиссером, да? Да, да, да. Как отличался процесс, когда вы делали специальную версию? Как его режиссер-стайл отличался от Ричард Марквайн? Хорошо, хорошо. Я имею в виду, что здесь не вышло. Сейчас важный момент. Все, что будет сказано в этом зале, останется в этом зале. Пожалуйста, не болтайте. Я обнаружила, что Джордж... Он не найдет удовольствие и пасши, чтобы режиссер-стайл. Я чувствовала, что многое осталось для меня. Например, когда я только что-то убила с «Ренкором», он просто сказал, «Просто посмотрите там, и «Ренкор» приходит». Но я не имею никакой backstory. В фильме считают, что у Джорджа Лукаса не было страсти воодушевления во время съемок. И это отличало его от первого режиссера. То есть, когда были съемки сцены с «Ренкором», он просто сказал, «Вот, смотри туда, и вот там «Ренкором» тебя съест». Но не было именно какого-то огня и задора во время съемок. Поэтому я должен был вернуться к тому, когда я начинала это, чтобы вспомнить backstory, когда я был с Ричардом Марквинтом, который мне дали больше направлений, который позволил мне подумать о процессе «Ренкором» и применять его к тому, когда я вернулся в 1995. «Ренкором». Также у Улы во время съемок специального издания не было никаких новых деталей по поводу ее истории этого персонажа. Поэтому ей пришлось вспомнить съемки оригинальной части, то, что они прорабатывали с режиссером тогда, характер персонажа, его истории, и, опираясь на эти факты, уже сниматься. Джордж Лукас очень, очень умный. И я думаю, что это был другой причин, почему он хотел делать больше CGI, чем работать с реальными актерами, потому что он просто чувствовал, что он не мог проработать эту линию для передачи актеров, потому что его умный. Возможно, Джордж Лукас просто очень застенчивый и скромный человек, и поэтому предпочитает съемки с использованием компьютерной графики, а не с участием реальных актеров, потому что, возможно, он боится переступить некую экран и давать какие-то более жесткие указания для актеров, более прямые советы как раз вот из-за его застенчивости. Подтверждение слов про застенчивость вспомню историю Була Блейка из прошлого года, когда он первый раз пришел на съемочную площадку, попросил какого-то парня кофе, какой-то парень принес ему кофе, он спросил, ну где директор, он такой, я директор. Вот, собственно, только подтверждают лишний раз. Ребята, у нас еще один вопрос из зала. Так, я даже не знаю, как поднести микрофон-то. Давай впасть ему, впасть Он предлагает обнимашке Вы бы хотели сделать фотографию? И три хак Да? Абсолютно, я его хаку Это не планирование нам Ты понимаешь? О-о-о! После такого Есть ли еще вопросы? Давайте один, чтобы не боитесь впечатления Можно обращаться Не лучше ему быть хорошей Окей, аааа Ну, аааа Пишите, начинайте Я не говорю Я не говорю Ум... 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 Что-то смешное, когда я вышла из моего костюма. И я не поняла, что я вышла из моего костюма. И это произошло снова, когда я рефилмировала... Ситуация повторилась и во время съемок специального издания. А, так это было случайно.